Продолжаем разговор. В прошлый раз мы разбирали буквально по слову стихотворения Сергея Есенина. Первые строки звучат так. «Я одену тебя поберушкой, под паяши остроганным лыком». Мы выяснили, что поберушка — это, грубо говоря, попрошайка, а лыка — полоска внутренней стороны древесной коры. Идем дальше. «Упираясь толстую клюшкой, уходи ты к лесным повеликам», — продолжает поэт. Здесь снова что ни строка, то загадка. Думаю, что клюшка Есенина — это совсем не то же самое, что клюшка Овечкина. Посмотрим. Забавно, что при запросе на слово «клюшка» интернет выдает информацию, исключительно связанную с хоккейной экипировкой. Поэтому искать пришло и значение слова «клюка». Итак, «клюка» — это палка с загнутым верхним концом, использующаяся для опоры при ходьбе. Костыль. С клюшкой разобрались. Переходим к лесным повеликам. Я всегда думала, что повелики — это какие-то певчие птички. Но я ошибалась. Оказывается, что повелика — это род паразитических растений, семейства вьюнковые, все виды которого отнесены к категории карантинных сорняков. Повелика не имеет корней и листьев. Стебель нитивиный или шнуровидный. Желтоватый, зеленовато-желтый или красноватый. Повелика обивается вокруг растения хозяина, внедряет в него свои присоски и питается его соками. Лучше б я этого не знала. Какое мерзкое растение с таким нежным названием — повелика. Впрочем, я думаю, что Есенин имел в виду какие-то другие лесные травы. Он ведь не ботаник был, а поэт. Поэтому и стихи у него получились такие красивые и певучие. Я одену тебя поберушкой, подпояшу оструганным лыком. Упирайся толстой клюшкой, уходи-то к лесным повеликам. У стогов из сухой боровины... Стоп! Вот опять! Что такое боровина? Вы пока посмотрите в интернете, а я дочитаю стихи. У стогов из сухой боровины щет русалка из листьев обновы. У нее губы краснее малины, брови черные круче подковы. Ты скажи ей, я странник усталый, равнодушный к житейским потерям. Скинь-покинь свой армяк полинялый, приходи с ней к зарослям в терем. Соберутся русалки с цветами, заведут под гармонию гулянку. И тебя по заре с петухами проведут провожать на полянку. Попредешь ты воспрянутый духом, будешь зыкать прибарски на цевне. И навстречу горбатым старухам скини шапку с поклоном деревни.